Лето – самый обеззаботный аппарат для маленьких горожан. Купание в водоемах, катание на велосипедах, роликах, самокатах, игры на детских качелях и аттракционах. Однако такой активный отдых может принести не только радость, но и иметь печальные последствия. Из-за неосторожности или по недосмотру родителей можно угодить и в травматологию. Травматологический пункт детской больницы открылся у нас в январе месяце. Начал свое существование. В зимний период в день было поступление от 7 до 9 детей. Сейчас в летний период до 20 человек в день обращаются к нам. Обслуживаем мы город Черкесск, Прикубанский район, Гехабльский, Абазинский районы. Другие районы лечатся у себя по месту жительства в своих ЦРБ. За вот эти полгода у нас прошло около 2,5 тысяч детей уже. В среднем в год бывает от 5 до 6 тысяч. Детская травма, даже если не очень серьезная, сама по себе влечет психологический стресс как маленького пациента, так и его родителей. Но он может быть еще и усугублен, как в случае с нашей телезрительницей, которая и подсказала тему для этого репортажа. Ее дочь, играя во дворе, получила ушиб. А беспокойная мама тут же на такси повезла ее в травматологический пункт Черкесской городской больницы, куда ранее уже обращалась за медицинской помощью для своего старшего сына. Однако на этот раз женщина получила отказ. Его причина в письменном виде висит на входе в учреждение. Оказывается, еще с 1 января текущего года, согласно приказу Республиканского Минздрава, в целях оптимизации оказания специализированной медицинской помощи детскому населению, прием пациентов, не достигших 18-летнего возраста, осуществляется в травматологическом пункте Республиканской детской многопрофильной больницы. Многие люди не знают наверняка об этом приказе. Часто ли к вам приходят с детьми, и часто ли вам приходится их отсылать в то учреждение? Да, очень часто, в течение дня, постоянно, даже, я бы сказал, ежечасно. Потому что, ну, многие населения Качарьевской Республики не знают об этом. Бывают ли такие случаи, допустим, ребенку срочно нужно оказать помощь, тогда как поступать? Вот он приехал, допустим. Да, есть такие случаи, когда необходимо оказать экстренную помощь, это когда кровотечение необходимо остановить, тогда накладывается жгут или давящая повязка, и отправляется также в детскую поликлинику, в детскую больницу. Либо же, когда переломы со смещением, накладывается транспортная шина и тоже отправляется в детскую больницу. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, в таких случаях лучше не терять времени на оказание экстренной помощи, а затем еще и на переезд в другой конец города. К тому же, в травматологии Республиканской детской многопрофильной больницы есть все возможности и квалификационные, и технические, чтобы оказать специализированную помощь пострадавшему ребенку в полном объеме. Ведь кому-то может понадобиться не только снимок и перевязка. В каких-то случаях необходима госпитализация, в других консультации специалистов или дальнейшее лечение, чтобы избежать осложнений или даже неправильно сросшихся переломов. В связи с тем, что перешел травматологический пункт детский в специализированную профильную больницу, больные сразу начали получать квалифицированную медицинскую помощь с учета детского возраста. Это произведение первичной хирургической обработки ран под внутривенной анестезией. Больной госпитализируется, им проводятся эти мероприятия. И естественно, с учетом нахождения здесь узких специалистов, больным получается консультацию нейрохирурга, хирурга и так далее. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.